Приветствую всех! JobSchool, с вами Достоин. И в сегодняшнем уроке мы разберём слова, которые путают очень часто. Это слова lose и lose. И мы рассмотрим примеры, которые помогут вам разобирать эти слова ещё проще, чтобы вы не делали больше ошибок. Давайте же начнём наш урок. Прежде всего нужно знать, что ничего общего в словах lose и lose нет. Произносятся по-разному и значение, конечно же, другое. Но, тем не менее, многие продолжают их путать. Вначале слово lose – это прилагательное, которое означает что-то не тугое, сильное, свободное. К примеру, he always wears loose clothing. Он всегда одевает свободную одежду. Хорошо, а слово lose – не прилагательное, оно является глаголом. Таким образом, мы можем сказать, he always loses his pen. Он всегда теряет свою ручку. Loose – значит терять, лишаться. Пишутся они также по-разному. И произношение lose с буквой S в конце. Loose. А теперь lose. Отчётливо слышится буква Z. Loose. Надеюсь, вы поняли разницу. Теперь сделаем небольшой тест. Did you something your keys? Что мы должны здесь сказать? Подумайте немного. Мы должны сказать, did you lose your keys? Или did you lose your keys? Надеюсь, вы выбрали второй вариант. Did you lose your keys? Ты потерял ключи? Нам нужен был здесь глагол. Второе предложение. The handle is something. Чтобы описать что-либо, мы используем верно, прилагательно. И lose – для того, чтобы описать состояние ручки двери. The handle is lose. Ручка двери расшатана. И последнее предложение. Try it. You have nothing to... Конечно же, это lose. Try it. You have nothing to lose. Тебе нечего терять. Попробуй это. А на этом урок подходит к концу. Если вам было интересно, обязательно также смотрите другие видео, связанные с этим топиком. А мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.